Шпионская программа Pegasus – израильская разработка для борьбы с преступностью и терроризмом. Чтобы заразить ей мобильное устройство, не нужно даже заходить ни по какой ссылке. Она проникает в операционные системы Android или iOS, используя их уязвимости. Программа продавалась израильской компанией NSO Group исключительно государственным спецслужбам, так заявляют в самой компании. Экспертиза канадской лаборатории Citizen Lab подтвердила, что с начала 2020 года телефоны многих российских оппозиционных журналистов и политиков заражались этой программой. В ноябре 2022 года были атакованы телефоны латвийского журналиста Евгения Эрлиха и его супруги, в то время как они пересекали границу Германии. Тебе на телефон приходит очень грозное сообщение из компании Apple, которое предупреждает, что ваш телефон заражен, кажется, к правительственной организации, обратитесь в соответствующие органы. Однако Евгений поначалу не обратил внимания на это сообщение, поскольку при пересечении границы на телефон приходит много СМС от различных операторов сети. «Только потому, что появилась статья в «Медузе» о том, что Галину Тимченко атаковала программу «Пегасус», и выявили они это после получения специального сообщения от компании Apple. И приводился текст этого сообщения. И в этот момент нам вдруг показалось, что этот текст мы где-то уже видели, открыли свои телефоны и поняли, что ровно такое же сообщение получили и мы». Действительно, уже в 2023 году был взломан и телефон главного редактора портала «Медуза» Галины Тимченко. А как выяснилось уже позже, одновременно с телефоном Эрлиха был заражен и телефон Евгения Павлова, другого латвийского журналиста. «Я сотрудничал одновременно с двумя журналистами, которые тоже заражены, которые тоже подверглись атакой этого заражения. Это Евгения Эрлих и Мария Епифанова. Если они представляли для какой-то спецслужбы интерес вот эти две персоны, то я мог попасть в эту компанию как человек, который общается с ними обоими». Вслед за Тимченко, Эрлих и Павлов осенью прошлого года обратились к техническим экспертам в международную организацию «Access Now» и «Citizen Lab» – лабораторию при Университете Торонто. Там подтвердили факт заражения телефонов. Однако спецслужба какой именно страны использовала программное обеспечение, до сих пор неизвестна. В организации «Access Now» говорят, что Латвия и Эстония имеют опыт его применения. По словам Евгения Эрлиха, он может только предполагать, чем он мог заинтересовать спецслужбы. «Есть некий журналист, гражданин России, который работает на Американский канал, который в течение восьми лет делал здесь программу о жизни в странах Балтии. Называлась она «Балтия недели», потом «Балтия». И этот журналист позволяет себе иногда критиковать определенные действия балтийских политиков. А не льет ли он тем самым… Здесь же любая критика на русском языке воспринимается как союзническая работа в пользу Кремля. Неважно, что точно такая же критика раздается и на латышском языке, и на эстонском, и на литовском, и на английском. Но все, что звучит по-русски, в общем, воспринимается как работа против Латвии». В сентябре прошлого года Ассоциация журналистов обратилась к главе МВД Рихарду Козловски с вопросом, использует ли Латвия пегасус. Ответа по существу нет до сих пор. Пресс-служба прокуратуры тогда на тот же вопрос РуслСМ ответила так. Тактика, средства и мероприятия оперативной деятельности, используемые субъектами оперативной деятельности – это государственная тайна. Данил Смирнов, Мартин Шавац, РуслСМ.